Вновь избранных депутатов поздравили в торжественной обстановке. Народные избранники прошлого и нынешнего созывов собрались на праздничном вечере в столичной филармонии. В этот вечер все песни посвящали только Чебоксарам. За пять прошедших лет в городе произошло немало интересных событий. Их страницы перелистали вновь на сцене филармонии. Столица республики провела командный чемпионат Европы по легкой атлетике. А годом ранее и международный форум «Россия – спортивная держава». Чебоксары заявили о себе на весь мир. Народные избранники успешно решали социальные проблемы горожан. Глава региона Михаил Игнатьев отметил, что итоги выборов доказали, что горожане поддерживают нынешний курс развития столицы республики. Хочу поздравить всех тех депутатов, которые сегодня избран в новый состав. Хочется поблагодарить всех тех, кто на самом деле оказал им доверие. Самая главная задача наша в том, чтобы искать варианты разрешения всех тех проблем, которые есть в каждом микрорайоне, в каждом многоквартирном жилом доме, в каждой улице. И вопросы есть у ветеранов, вопросы есть у молодежи, вопросы есть у детишек. Глава республики попросил не забывать об обещаниях, которые депутаты дали избирателям во время выборов. У муниципальных властей уже есть своя программа развития города. К примеру, за три года в Чебоксарах планируют завершить благоустройство всех дворовых территорий. Должны построить фоки, достроить садики, построить школы и дороги, построить новые микрорайоны и создать новые рабочие места. Все это мы должны сделать вместе. И уверен, у нас это получится. Потому что мы, чебоксарцы, живем в городе Побед. А команда наша, команда победителей. Все те наказы, которые собрали наши кандидаты в депутаты, и уже действующие сегодняшние депутаты, они обязательно будут структурированы и в ближайшее время выполняются. Но слова благодарности в этот вечер звучали не только в адрес депутатов. В филармонию пригласили общественных лидеров, работников предприятий, учителей и спортсменов. Церемония награждения затянулась более чем на полчаса. Лучшим из лучших вручили благодарности, дипломы и звания заслуженных работников. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Олег Якимов. Республика. Продолжение следует...